они действительно из другого мира и цены астрономические тем у кого есть все на земле хочется себе немного космоса метеориты привлекают внимание коллекционеров из числа известных людей за последние годы в десятки раз выросли цены на камни которые летали в космическом пространстве миллионы лет прежде чем упасть на землю торги на аукционах где продают осколки метеоритов приносят миллионы долларов так осколок метеорита который как удалось установить упал с луны организаторы торгов планируют продать за 250 350 тысяч долларов некоторые метеориты инкрустированы драгоценными камнями другие деформировались во время взрыва при прохождении сквозь атмосферу на скорости 100 тысяч километров в час так что теперь они напоминают скульптуры альберта джакометти или генри мура джеймс хислоп курирует онлайн аукцион кристис по его словам популярность метеоритов растет поскольку они чрезвычайно редкие и будоражат воображение вес любого из известных метеоритов не превышает годовой объем добычи золота при этом некоторые из метеоритов продавались в 10 раз дороже золото аналогичного веса наверное каждый вглядывался в ночное небо и спрашивал себя а что же там объясняет хислоп метеориты интересны всем от мала до велика есть нечто особенное в камне который упал с неба у новина джайна мультимиллионера из индии самая большая коллекция метеоритов ее стоимость более пяти миллионов долларов многим из этих метеоритов миллиарды лет объясняет джайна только представьте вы держите в руках кусок того с чего начиналась солнечная система джайн заработал миллиарды на первых интернет-компаниях еще до того как лопнул даткомовский пузырь он собирается построить космический корабль чтобы с его помощью добывать золото и платину на луне по его словам люди не дооценивают его коллекцию называя ее просто камнями но рассматривая эти камни под микроскопом вы удивитесь и поймете что это космические драгоценности объясняет джайн лунный камень это не просто кусок луны это очень символично среди селебрити которые коллекционируют метеориты режиссер стивен спилберг и актер николас кейдж к слову сказать в 2019 году вышел фильм цвет из иных миров с участием кейджа по сюжету фильма метеорит приносит внеземную жизнь в небольшой город в массачусетсе камни из космоса есть у иллюзиониста ури геллера и виолончелиста йо йома джеймс хислоп говорит что илон маск один из самых богатых людей в мире владелец spacex и тесла скорее всего тоже заядлый коллекционер метеоритов у маска определенно должна быть коллекция из таких камней поясняет хислоп если вы его друг ответ на вопрос что ему подарить очевиден кассандра хаттон куратора аукциона сотебис говорит что популярность метеоритных камней среди молодого поколения выросла потому что если у вас есть что-то из космоса считается что это очень круто их покупают 20 30 и 40 летние люди объясняет аукционист они потрясают воображение людей практически всех возрастов и не нужно быть ученым чтобы в них разбираться неважно сколько вам лет 90 или 20 вы смотрите на метеориты и говорите что это здорово в этом их отличие например от французских манускриптов 17 века даже несмотря на то что большинство метеоритов выглядит как осколки скалы говорит она все метеориты проходят проверку в научных лабораториях химический состав некоторых из них сравнивают с образцами полученными из атмосферы марса чтобы доказать что это действительно марсианские метеориты сара рассел профессор космической минералогии и планетоведения работает в лондонском музее естественной истории где хранится одна из крупнейших коллекций метеоритов 5000 экземпляров по ее словам практически все камни которые присылают на проверку оказываются обычными камнями миллионы людей думают что нашли метеорит но большинство ошибаются отмечает рассел но настоящие метеориты завораживают по большей части это куски астероидов которые сохранились со времен зарождения солнечной системы по ним можно многое узнать о формировании планет метеориты уничтожали жизни и могли порождать жизнь например от падения астероида погибали динозавры но те же метеориты по мнению некоторых ученых могли принести воду на землю благодаря чему возможно возникла жизнь и наша планета стала обитаемой спасибо за внимание ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал твои новости здесь всегда вас ждут самые интересные факты и события мира и все